доброго времени суток друзья здравствуйте сегодня будем говорить о таком вот растение и из него изготовят масло название двойное с интересное название цветочка этого его еще его называют масло интересно рододентрон или масло азалия так почему-то назвали вот его азалия имеет желтоватый цвет масло желтоватый но я вам хочу сказать перед нами вот такой золотистый желтоватый цвет но бывают там начата несколько цветов сейчас я вам расскажу и покажу сколько цветов убывает у этого масло зная не у этого цветка значит вот этот еще один цвет такого цвета такого фиолетового розоватого цвета то есть цветов разновидностям бывает очень много у нас сейчас перед нами вот цвет такой золотистый так скажем значит выращивают и это наше растение не наше растение которое выращивалось еще до очень давно его специально выращивали для парфюмерной промышленности там в общем это такой кустарник как вы видели сейчас показывает кустарник запах такой цветочный и там находится вот это эфирное масло и вот его естественно добывают при помощи паром естественно и вот его выращивали значит еще в далекие годы 50 50 в краснодарском крае это масло изготавливаю в абхазии а вообще на растет масло в дикой природе это на кавказе и на западной украине может быть поэтому видели так что вот из экстрации и цветков азалии и получаются вот значит паром вот эти вот даром в общем масло это очень трудно добывается немного дороговато но она того стоит она даже принимается медицинской промышленности то есть изготавливает там свои возложены препараты сейчас мы попозже об этих не препаратах а просто что в состав сердечных например препарата входит арододетрон то есть масло азалия масло азалия или рада трона так что вот для сердечника очень хорошо так что друзья и так по порядку химический состав здесь очень такой за такие заумные много всей возможных метиловые эфировые бензоинные соцеливые кислоты антарантиловые кислоты но общем тут много таких вот кислот и поэтому то они применяются в промышленности только и поэтому просто изготавливать медицинские препараты сердечные там и так далее сейчас значит этот также применен применяется естественно косметологии в промышленности промышленным и ароматерапию то есть и он снимает этот свет запах этот психо эмоциональный стресс значит это и действие такое создает в этом эфирном масле то есть создает человеку радость то есть запах вот когда этот придает в человеку радость он гармонизирует умиротворяет такое успокаивает также косметические действия оказывает это значит за ухода за волосами обладает вообще он обладает антиоксидантным свойствами то есть оксиданты это вы знаете что это преждевременно старение вообще организма и кожи то есть оксиданты нам антиоксиданты нам нужны для нашего организма стоять они способствуют сохранение красоты и молодости кожи и также если мы при если применять внутреннюю то окси антиоксиданты то есть старение будет замедляться также она способствует устранению гной и гононичку угревой сип и раздражение успокаивает кожу тоже не только успокаивает человека но естественно и кожу когда вы ее там помажете там где-то у вас заболевания такие цепи так далее используют также парфюмерии вот почему ее выращивали в свое время и используя в парфюмерной промышленности значит целебные действия друзья их очень много целебных действий это не просто так его выращивали это эфирное масло ордотрону болеутоляющие противоспалентели антибактериальные противогрибковыми грибковые антиспазматические вот не выговоришь противозастойные и также антидепрессант он идет как антидепрессант эфирная масса ордотрона обладает мощным этим действием терапевтическим поэтому при вдыхании нужно быть очень осторожным ну естественно есть противоказание это я стою значит используя для умещения воспаления у кого открыты артрозы в мышечные суставы это облегчает то есть ревматические там боли то есть подагра облегчит делать уже компрессы и идет облегчение но опять же все консультируется с доктором и косметологом также вот я как говорила что применяется в промышленных композиций то сделать всевозможные отдушки для ароматерапии всевозможные масла состав очень широко используется также и в народной медицине в мыло добавляет то есть во все промышленности там мыло еще же в шампуне ну вот вот во все вот эти так что вот этот красивый декорист декоративный цветочек очень и очень полезный так что не то что не то что он там полезны он и там полезен для домашних условиях мы дальше продолжаем для муравей от муравьев от моля жучков всевозможных так что азалия или рододрон это очень-очень прекрасное растение и масло из него при глазных заболеваниях тоже у кого ячмени бывает вот пожалуйста это народной медицины я не буду говорить о что нужно сделать тут пишет а полчаса там снять и так далее я не буду в эти все вещи рассказывать если кому интересно тот зайдет в интернет и посмотрит для себя для своего заболевания нужно нового ли нет вот сейчас используют то есть нужно наливом нет то есть я как бы доношу до с информацию что есть такое масло рода трон или азалия а вы зайдите и посмотрите и цены и все там и состав с каким маслом сочетается и так далее вот даже арома арома ванны можно выполнять три капли вот жидкое мыло можно делать изготавливать сейчас изготавливают люди можно добавлять для сердца делают ингаляции вот состав с розовым деревом лавра и ланглан в общем вот я вам не задаю эти вот инструкции всевозможные составы потому что это очень долго я буду тут рассказывать а вы я вам донесла информацию что есть такое масло которое очень очень полезно для нашего организма и сочетается на практически и съели лавандом и сосной и пихтой имбирем не роли шалфея апельсина бергамота лимона поэтому друзья вот мы много много не знаем а вообще растение из из что можно изготовить из этого растения масло это очень видите как еще давным давно это растение у нас применялось промышленность промышленно даже выращивали поэтому друзьям приобретайте это масса заказывать я не знаю извините не знаю есть ли в аптеке в аптечной сети но в интернете сейчас можно все заказать пожалуйста заказывайте если она вам нужно для вашего состояния здоровья или кожного или внутреннего но все это консультируйте с доктором то есть вот такую информацию я до вас донесла что есть такой мастер датрон друзья берегите себя здоровья здоровья и еще здоровья пока пока до новых встреч друзья